«Про кактусы и розы» Григорий Шикунов Эта история не имеет отношения к действительности. Все совпадения не преднамерены и случайны. Любое упоминание существующих торговых марок, названий и имен является результатом искаженного мировосприятия слушателя. Автор также считает своим долгом сообщить, что, насколько ему известно, не существует технологических циклов производства технического кактусового окатыша или лепестковых плит. Любые аналогии с существующими производственными процессами не преднамерены и случайны. Автор также снимает с себя любую ответственность за любые прибыли, убытки, ущерб, изменения здоровья и гражданского состояния читателей, возникших в процессе и в течение ста лет после прослушивания этой книги. Уникак Компания Уникак, универсальные кактусы, была образована в результате приватизации районского кактусокомбината в 1994 году. По итогам 2004 года компания осуществляла 42% производства и 58% экспорта технического кактусового окатыша. Оборот за 2004 составил 341 миллион долларов, чистая прибыль 23 миллиона. Основные активы компании – кактусовые плантации и обогатительный комбинат в области вечной теплоты на юге Новогубернского края. Дела уникаков в последнее время шли вполне прилично. Обороты росли, прибыль тоже, хотя не так быстро, сказывались активные инвестиции в обновление оборудования. Владелец бизнеса вот уже три года ощущал себя вполне сформировавшимся капиталистом. И как всякому вполне сформировавшемуся капиталисту, ему очень хотелось видеть акции уникака, или, как сотрудники называют компанию кактусов, на бирже. Желательно иностранной. Время от времени он отчетливо представлял себе строчку на канале бизнес-новостей, в которой плывут упоительные показатели стоимости акций уникака. Действительность была несколько менее радужной. Структура собственности, не менявшаяся со времен дикого капитализма, планово-бюджетный отдел, убежденный, что у прибыли, как у любого счета, есть дебит и кредит, отдел закупок, сотрудники которого при зарплате в 600 долларов ездили на новых пассатах. А вчера вот принесли отчет о просроченной дебиторке. Новопитерский завод не платил уже 224 дня. Хотелось сделать что-то новое, влить в кактусы новую кровь, навести порядок, сделать конфету, за которую придирчивые западные инвесторы выложат те самые 128 долларов за акцию. Может пригласить консультантов? А это мысль. Говорят, около столичного офиса есть пара вполне приличных компаний. И каких? Консультанты. Весь цвет мирового управленческого консалтинга находится от офиса Уникака на расстоянии одной остановки на такси. Тут были такие компании, как туалет и душ, кто подставил Михаила Горбачева, полицай Уитернос Каму Памперс, Большая консалтинговая группа, Молодой и Честный, Международные большие машины и Оракул. На предложение представить свое видение реорганизации Уникака откликнулись все, кроме больших машин, которые заявили, что проект без поставки оборудования им не интересен. Зато остальные постарались на славу. Каждый прислал презентацию с трехзначным количеством слайдов, на которых, как в калейдоскопе, из квадратиков и стрелок складывались то система KPI, то вертикаль стратегических парадигм, то концепции создания ценностей для акционеров и прочие магические узоры. За те скромные 3-5 миллионов долларов, которые гуру управления просили за свои высококачественные услуги, партнеры и менеджеры обещали мировых экспертов, детальные примеры из мировой практики и высококвалифицированных консультантов, которые последние 10 лет только тем и занимались, что реорганизовывали кактусовые компании. Плавные речи иностранных экспертов переливались произносимыми с приятным акцентом словами методологии, управления знаниями, контроль качества и синергия. Как же хотелось, чтобы на уникаке все было так же гладко, красиво и иностранно. Чтобы утром на столе рядом с чашкой кофе лежал свежий отчет с показателями удовлетворенности персонала и суммой ценности для акционеров, созданной за последние сутки. Чтобы закупщики думали о построении отношений долгосрочного партнерства, а не об откатах, чтобы кладовщик стремился снизить зависящую от него часть показателей тайм-ту-маркет, а не мечтал стащить новую швабру себе на дачу. И сердце владельца уникака пало. Тропинку к нему сумел протоптать Олаф Польсон, скромный юрист из Швеции, рассказывающий о синергетическом эффекте от концентрации на ключевых компетенциях и конкурентном смещении стратегического фокуса. Контракт на 2 миллиона долларов, договорились о 33-процентной скидке, выиграл, впрочем, это неважно, контракт выиграл большой международный консульт.